Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа «Неделя города». Смотрите в выпуске. Особый колорит в Рязани официально стартовал форум древних городов. Звезды на красной дорожке. В Рязани наградили самых талантливых и ярких. Отмена отмены. Как иностранцы на Западе противостоят откровенной русофобии. В Рязани официально стартовал шестой форум древних городов. Главная наша миссия – объединить людей, заявил на открытии фестиваля губернатор региона Павел Молков. Впереди насыщенная программа. В церемонии открытия участвовали временный поверенный в делах посольства Республики Куба господин Маркос Феликс Ласса Вильтрес, директор Всероссийского историко-этнографического музея Ирина Жукова, представители делегации, стран-участников форума, туристы, жители региона. Губернатор Павел Молков отметил, что форум является большим событием для Рязани и всего региона. Всегда проходит ярко, зрелищно, интересно. Он подчеркнул большое значение для развития дружеских и партнерских отношений между городами разных стран. Главная миссия этого форума – это объединять людей. Мы вместе с другими городами работаем над развитием, над сохранением исторического и культурного наследия, над сохранением особого, присущего всем нам колорита. И вот, что очень важно еще, мы учимся встраивать современные сервисы, современные стандарты в эту уникальную древнюю среду. Я очень рад, что у нас так много единомышленников. В этом году в форуме участвует 70 городов из 14 стран мира, разные страны, разные континенты. Но вот все едины в одном в том, что мы стремимся укреплять нашу дружбу и наше сотрудничество. По словам губернатора, для совместной работы есть много направлений. Регион готов делиться опытом, изучать лучшие практики. Павел Молков особо отметил важность участия в этой работе молодежи. В 2023 году главная тема форума «Юность древних городов». Сегодня молодежь очень активно проявляет интерес к другим народам, к другим странам, к их культуре. Молодежь выступает с новыми интересными инициативами. Вот все это обязательно надо поддерживать. В рамках форума, который продлится до 26 августа, подготовлена насыщенная деловая и культурная программа. Состоятся более 50 мероприятий. В них примут участие ученые, историки, архитекторы, представители культуры и искусства, представители общественных, молодежных организаций и другие. Одно из событий форума «Фестиваль. Время первых. Исторический контекст». В обсуждении актуальной культурной повестки приняли участие ведущие федеральные и региональные эксперты. «Шелковая, муровая! Шелковая, муровая зеленая!» Сохранение культурно-исторического наследия – главная повестка сессии. Эта цель форума «Древних городов» особенно хорошо вплетена в контекст года педагога и наставника. Губернатор Павел Малков подчеркнул, что будущее нашей страны необходимо создавать, в том числе и через передачу исторической памяти. «В общем, у нас, конечно, в регионе очень много уникальных мест. Я продолжаю для себя открывать все больше и больше. Памятки архитектуры, старинные усадьбы, храмы, церкви, природные ландшафты. Огромное количество невероятных мест. Мы сейчас ведем большую работу, чтобы все это аккуратно сохранить, чтобы это возродить и вновь наполнить жизнью. В том числе сейчас работаем над получением президентского гранта на проект «Старый Рязань. Место силы, место славы». Губернатор Павел Малков также отметил, что благодаря поддержке Министерства культуры РФ продолжается реконструкция Рязанского Кремля. По словам главы региона, историко-архитектурный музей-заповедник будет включен в большой пешеходный маршрут по самым интересным объектам исторического центра нашего города. Об этом же говорила и министр культуры региона Марина Кауркина. Рязань выступает как международная диалоговая площадка для обсуждения вопросов сохранения культурного наследия, культурных традиций, развития исторической науки, туризма, образования, комфортной городской среды в городах мира старше 500 лет. Форум древних городов проходит в Рязани с 2018 года. За это время гостями фестиваля стали делегации более 60 государств, которым не безразлична русская культура и традиции. Ежегодно на площадках фестиваля проходят мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение этнокультурного суверенитета России и его древних городов. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В пятницу 25 августа стартовала череда праздников, посвященных Дню города, который, напомню, ждет нас в эти выходные. А началось торжество с награждения тех, благодаря кому Рязань остается яркой и самобытной. В Театре драмы вручали награды самым заметным рязанцам. Красная ковровая дорожка у Театра драмы сегодня не для деятелей кино и не для топ-моделей. По ней прошли самые талантливые, яркие и активные жители нашего города. Те, кто за свою жизнь добился не только личных успехов, но и принес родному городу настоящую славу. Баранкин Евгений Семенович! Великватова Александра Викторовна! Поздравить жителей города с праздником приехали первые лица региона. Среди них был и Павел Молков. С Рязанью связано огромное количество выдающихся именов. Это ученые, изобретатели, врачи, учителя, спортсмены, деятели культуры, искусства и многие-многие другие. Вообще, это город тружеников и город героев, которые защищают нашу Розину. Я сам, чем больше в Рязани живу, тем больше для себя ее открываю. И тем больше этот город люблю. С 2012 года за заслуги в общественной деятельности самым неравнодушным жителям города вручают медали имени Надежды Чумаковой. В этот раз впервые на торжественную церемонию пригласили всех, кто за эти годы был награжден. Их ряды отныне пополнились. А также в городе стало больше на одного почетного гражданина. Звание получил методист Академии права и управления ФСИН Петр Батько. В первую очередь, Рязань – это люди. Люди, и вообще, рязанцы – это большая семья, которые умеют порадоваться друг за другом, поддержать в трудную минуту. Рязанцы, они, мне кажется, особенные. Они и теплые, и в то же время принципиальные, имеют свой характер. Всегда много говорят в лицо. Давайте оставаться такими и все вместе. Я думаю, мы наш город сделаем еще краше, лучше и добрее. Накануне празднования Дня города Виталий Артемов побывал в Херсонской области, где наши коммунальщики помогают региону готовиться к осенне-зимнему периоду. А рязанские строители участвуют в восстановлении Мариуполя. Поздравление Рязани с Днем города Виталий Артемов привез и от главы Херсонской области. Тотальная русофобия на Западе уже привела к тому, что в Европе вне закона оказались не только современное российское искусство, но и великое прошлое нашей страны и всего мира. Об этом говорят сегодня все вменяемые иностранцы. Музыка, литература, картины, власти их стран запрещают произведения наших великих классиков. Проект «Над том стоим» объединяет артистов, деятелей культуры и историков из 14 стран мира. И все они категорически против этой дикой отмены российского культурного кода. Полное название проекта – международный фестиваль против отмены российской истории и культуры «Над том стоим». Он пройдет с 8 по 14 ноября в Рязани и других городах нашей области. Основной посыл подчеркнуть, что русская культура – это наследие всего человечества, которое объединяет, а не разобщает. Мы стоим на принципах нашего суверенитета, на принципах жить по своим правилам, по своим традициям. Мы стоим на традициях семейственности. Мы отстаиваем традиционную нашу семью, где есть понятие мамы, папы, детей. Мы верим в это, мы стоим на этих принципах. Национальность определяется любовью к стране и соблюдением исконных традиций, а также уважением к другим. Именно поэтому проект интернационален. Здесь собраны активисты из 14 стран. Среди них артисты, историки и представители искусства. Это не только музыка, это не только литература и так далее, искусство. Есть искусство жизни, есть искусство быть русским, есть действительно состояние души. И мы сейчас боремся, чтобы не терять это. Современная европейская cancel culture по отношению к нашей стране – не что иное, как махровая русофобия. Но так себя ведут не все, далеко не все. И наши иностранные друзья готовы свое мнение отстаивать категорично. Мое отношение к отмене российской культуры сугубо негативное. Дефинитиво я живу в Руси, потому что я не могу жить без вас, чтобы вы были в России. Я осталась жить в России, потому что я поняла, что я без ваших глаз не могу жить. Русская душа со всей ее смелостью, добротой и гостеприимством сегодня находит отклик в сердцах всех, кто с нами. Пусть даже их разделяют континенты. У фестиваля будет некая юбилейная повестка. Часть событий будет связана с памятными датами нашей с вами истории и культуры. Среди них 645-летие победы рязанских и московских дружин в битве на Вожа. А также 245-летие переименования Переславля Рязанского в Рязань. Чтобы помнили, даже за рубежом. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Партнер программы «Неделя города» – выставка продажи «Икра и рыба Камчатская». До 26 августа включительно возле торгового центра «Премьер». Федеральная поддержка регионов, исполнение поручений и ответы на обращения жителей в соцсетях стали на правительстве основными темами. В некоторых случаях пришлось возвращаться к обещаниям годичной давности. Основная задача региона – войти во все федеральные программы. Об этом в очередной раз напомнил главам на местах Павел Малков. Деньги на развитие – шанс уникальный, заявил губернатор. Все заявки должны быть составлены безукоризненно. Важно, чтобы работал общественный и депутатский контроль. Потому что каждый рубль федеральной поддержки, которую мы получаем сейчас на эти проекты, нужно использовать максимально эффективно. Второй раз у нас шансов не будет, чтобы реализовать все эти задачи. Вопрос шумоизоляции и ледовой арены «Айсберг» на Шевченко жители близлежащих домов поднимали еще в августе прошлого года. Тогда им обещали все щиты установить до конца этого лета. Но, похоже, придется еще подождать. Законтрактовались мы в конце июля. Срок поставки оборудования сложного – 24 августа. И по контракту завершение работы 30 сентября. Но подрядчик говорит о сроках 15 сентября. Ну, то есть постараемся с опережением графика все смонтировать. Так точно, Павлович. В течение месяца вопрос закроем. Определилась и дальнейшая судьба кинотеатра «Октябрь». Его точно будут приводить в порядок. Может быть, даже не за один год, но все же. Сквер и фонтан, скорее всего, тоже оставят. Кинотеатр не ремонтировался с 1981 года. Для создания концепции перед реконструкцией мы привлекли финалистов «Архитекторы РФ». Они в субботу проводили опрос жителей, составляют концепцию реконструкции данного кинотеатра. Жители желают видеть кинотеатр как многофункциональный центр, где по интересам для детей и пожилого возраста сохранение фонтана максимально благоустройство прилегающей территории. В ноябре месяце они предлагают представить концепцию на рассмотрение. После ее утверждения мы готовы приступить к проектированию. Отдельно губернатор остановился на жалобе жильцов одного из домов по улице Чернышевского. Местная управляющая компания, дескать, после отказа от ее услуг, спилила забор и забрала его с собой. Павел Молков назвал этот случай вопиющим, тем не менее попросил разобраться в этой истории подробнее, в том числе и правоохранительные органы. Нешуточные страсти разгорелись вокруг того самого срезанного забора. Жилой комплекс бизнес-класса, расположенный на улице Чернышевского, сегодня по-прежнему без металлического ограждения. Кто и зачем это сделал, все версии в нашем сюжете. Сняли забор с детской площадки. Это видео снял на телефон житель дома 18 августа, когда неизвестные люди на «Газели» приехали и начали спиливать ограждение и грузить в машину. На вопросы людей, кто они такие и с какой стати демонтируют ограждение, внятного ответа так и не дали. В присутствии полиции, не представившись, они демонтировали и погружали наш забор, и увезли в том числе, на котором было установлено оборудование Домру, видеокамеры, домофон. Однако процесс остановить не удалось даже с помощью приехавшего наряда полиции. Сегодня, как мы видим, забора нет. Под корень срезаны даже столбы. Они забор унесли, сняли магнитные ленты с дверей, сегодня снимали гирлянду, обрывали какие-то провода, которые это все есть. Ну, понятно, что унесли домофонное оборудование, за которое мы оплачиваем. Мало того, что законность действий неизвестных людей вызывают у жителей этого дома сомнения, теперь вопросы есть и к застройщику. При покупке квартиры всем жильцам, застройщик, северная компания общеизвестная, обещала, что это дом бизнес-класса, что территория будет огорожена, ну, и все жильцы будут жить на охраняемой, огороженной территории с видеонаблюдением. По итогу было общее собрание жильцов, на котором, ну, скажем так, забрание было заочное. Всем подсовывали бумаги при получении ключей, и большинство жильцов выбрало управляющую компанию, которая является, так сказать, ну, можно сказать, дочерним лицом северной компании, СК «Эксплуатация». В итоге СК «Эксплуатация» установила обещанный забор. Ну, то есть, как бы, жильцы не вникали в подробности, в документальное сопровождение, и просто жили на огороженной территории, надеясь, что это выполненное обещание северной компании. Мы пытаемся выяснить, на каком основании тогда управляющая компания считает этот забор своей собственностью. Жильцы связывают происходящее напрямую со сменой управляющей компании. Так как собственники недовольны были, как бы, работой управляющей компании, было сделано собрание, где мы решили, что мы хотим изменить управляющую компанию на другую. У нас получилась все-таки смена, собственно, после чего, я вообще, допустим, отсутствовала даже в стране, приезжаю, у нас нет забора. У нас была СК «Эксплуатация», и мы заменили на «Лидерфонд». Ни одна компания была в, скажем так, альтернативе выбора, а это было несколько компаний, и когда они сделали там свои, как, типа, коммерческие предложения для нашего дома, было принято решение в сторону «Лидерфонда». Если бы не этот шокирующий случай, жили бы спокойно дальше. Люди уже привыкли сами решать свои вопросы. Когда мы установили лавочки за счет жильцов, ну, как бы, неравнодушных, то, что мы скинули все денюжки, СК «Эксплуатация» выложила, ну, у себя, там, на сайте или где-то, рекламный такой пост о том, что они облагоустроили территорию, купили лавочки. Усточнее, они написали так – установили лавочки. Вот, и, как бы, жильцы нашего дома начали писать о том, что лавочки куплены за счет жильцов, все комментарии были стерты, и даже некоторые из тех, кто активно писал, добавлены в черный список. На настоящий момент жители дома бизнес-класса по улице Чернышевского, 3, пишут обращения в разные инстанции в поиске правды. О том, что происходит по этому адресу, знает уже и губернатор региона. На заседании правительства Павел Молков упомянул из ряда вон выходящую ситуацию. Пересылал коллегам сразу, это управляющая компания по улице Чернышевского, которая, судя по сообщениям, там срезала забор, провода, еще что-то. Татьяна Витальевна, здесь у нас? Смотрели? Да, здесь Павел Витальевич. Да, что здесь со ситуацией? Ну, мы уже получили официальное обращение жителей. В пятницу мы выйдем на проверку. Вообще ситуация, конечно, неоднозначная. Вот, прямо сходу сказать не могу. С другой стороны, вопиющая ситуация. Как разрешится эта ситуация, мы будем наблюдать и рассказывать в наших следующих репортажах. Жители сразу нескольких рязанских домов пожаловались на активизацию мошенников. У подъездов неизвестные расклеили объявление о якобы замене домофонов и требовании оплатить услугу. Оказалось, что никто никаких работ не вел. Как не попасть на уловку мошенников, расскажем далее. Вот такое объявление увидели у входа в подъезд жители сразу нескольких рязанских домов. Дескать, скоро будет замена домофона. В этом на улице Черновицкой проживают в основном пенсионеры. Кто-то из них, говорят, даже клюнул на эту удочку и попытался оплатить. Банк транзакцию не пропустил. Ну, а как он мог пропустить, если единственный канал обратной связи – вот этот сомнительный QR-код, который ведет в разные места. В общем, сомневающиеся обратились к специалистам. Мы прояснили ситуацию, попросили жильцов прислать нам фото и видео. Сделали сами выезды наших сервисных бригад. И выяснилось, что объявление содержит ссылку на сайт, где жильцам просто предлагалось произвести оплату за якобы изготовление домофонных ключей. Вот. Хотим обратить внимание, что любые работы, связанные с домофоном и любые другие работы, связанные с общим имуществом многоквартирных домов, требуют обязательного согласования с собственниками помещений. И подобную информацию в избежание мошеннических действий лучше проверять. Больше всего обращений из московского района. Но попытки обмануть жильцов были и в Роще, Дашково-Песочне, Центральном районе. Объявления расклеивали массово, причем жильцов запыгивали, что без покупки ключей у них якобы не будет доступа в подъезды. На самом деле, таких вот объявлений в городе сотни. И не только про домофоны. Выманить деньги пытаются по любому поводу. У жильцов этого дома по Черновицкой есть еще одна история с объявлениями. Проверка счетчиков. В ящик бросают? Да. На постоянной основе. В месяц два-три раза. Но в итоге получается что? В итоге я думал, действительно, какой-то там проверка счетчиков пошел, где платежи я делаю, предоставил свои данные. Говорит, у вас все за 28-го года, все нормально у вас. К счастью, бдительность пенсионеров оказалась на высоте. Обмануть их через такое вот объявление о смене домофона у жуликов не получилось. Впрочем, юристы компании «Видикон» все подобные случаи фиксировали. А теперь готовят заявление в полицию. 80 лет прошло со дня победы в Курской битве. 23 августа в России отмечают День воинской славы. На площади Победы традиционно возложили цветы в память о тех, кто внес неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. 50-дневная Курская битва стала переломным событием в ходе Великой Отечественной войны, положив конец паритету Германии. И сегодня очень символичной становится сама дата ее окончания – 23 августа, день освобождения Харькова. Нынче, как и 80 лет назад, мы снова бьем нацистов на украинской земле. Курско-Орловская битва – это основная битва. Это в основном танковое сражение, где Гитлер ставил задачу нас разбить и победить своими бронированными машинами. Но этого не получилось. Наши войска сгруппировались и пошли в атаку. В ходе наступления нашими войсками было разгромлено 35 дивизий вермахта, в том числе 22 пехотные, 11 танковых и 2 моторизованных. Остальные 42 понесли тяжелые потери и в значительной степени лишились своей боеспособности. Сегодня мы, продолжая традиции тех воинов, которые участвовали в Великой Отечественной войне, для нас очень значима такая великая победа. Эта победа называется день воинской славы России. Слава, которая по всему миру гремит. Россия, она непобедима. Более 180 солдат и офицеров по итогам Курской битвы получили звание Героя Советского Союза. Свыше сотни тысяч были награждены орденами и медалями. Многие посмертно. Рязанцы Сергей Трофименко, Валентин Динобургский, Григорий Кабанов и многие другие навсегда вписали свое имя в историю славной победы русского оружия. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Икра и рыба камчатская снова в Рязани. Выставка продажи морепродуктов, свежих и вкусных, которая полюбилась многим рязанцам до 26 августа включительно возле торгового центра «Премьер». Лето – время легких перекусов, свежих фруктов и ягод. Многие отказываются от мяса, и чтобы восполнить белок в организме, необходима рыба. Эта пища и легкая, и полезная. И помимо белков, организм получит необходимое количество минералов, витаминов, жирных кислот. Морская рыба особенно богата всеми веществами, которые так важны для нормальной жизни и здоровья человека. На выставке продажи икра и рыба камчатская, морепродукты прямиком с Камчатки, без заморозки. Особый способ доставки даже в летнюю погоду гарантирует свежесть и сохранность вкусовых качеств, а также всех полезных веществ. И это подтверждают десятки довольных покупателей. Именно здесь? Ну не знаю, тут выбор хороший. И свежие, и все. Да все знают, и все приходят. Все хорошие. Свежие. Ну просто мне нравятся эти продукты, и все. 35 видов рыбы. Нерка, омуль, белорыбеца, чавыча, палтус и красная икра. Холодного и горячего копчения, слабосоленая. Попробовать можно прямо здесь. Продавцы любезно предоставляют продукцию к дегустации, ведь скрывать им нечего. Своей продукцией здесь гордятся, поэтому морепродукты с выставки продажи покупают к праздничному столу, а также чтобы порадовать близких и родных. Жена, она немножечко, скажем так, любит это все. И, ну в общем, она поручила мне это сделать. Чавыча, очень хорошая рыба здесь. Да все нормально здесь, что. Рыбка, вот белорыбеца я беру, очень хорошая она тоже. Не сравните ее тут, как у нас продают на рынке там или где-то. Вот, а так в основном, что. Хорошая продукция. Не первый раз беру, да, конечно. Я приезжаю, будем говорить, не часто, но приезжаю. Не первый раз. Мне нравятся эти продукты еще. Икорку я беру для себя. За что их вы любите? Потому что это морепродукты, и мне он необходим. Приобрести лучшие морепродукты высокого качества и непревзойденного вкуса можно до 26 августа включительно возле центрального входа в торговый центр «Премьер». Икра и рыба Камчатская ждет вас. На этом у меня все. С вами была Марина Романюк. До свидания. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 21 по 26 августа. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова